Здравствуйте! Вы смотрите «Итоги недели» на телеканале «Карибу» в студии с новостями Анна Корнетова. Коротко о главных темах этого выпуска. Бардак у вас полный вместо вежливой регистратуры. Губернатор разбирался в проблеме неработающих терминалов в городских поликлиниках. Замечания двум чиновникам и медику объявили на заседании регионального правительства. Если через неделю ситуация не изменится, их ждет выговор. Город делаем мы. Наш телеканал возобновляет полюбившийся телезрителям проект. В это воскресенье 30 мая по всей стране пройдет юбилейный пятый полумарафон «Забег РФ». По традиции в нем принимают участие сотни спортсменов, в областном центре желающих пробежать дистанцию в этом году также немало. Однако, как оказалось, при регистрации на мероприятие появилась сложность на местном уровне. Этот вопрос на очередном заседании правительства поднял губернатор. Он рассказал, что для участия в соревнованиях необходима медицинская справка о допуске. А записаться на прием к врачу в поликлинике для прохождения осмотра сложно, терминалы не работают. «Руководители поликлиники здесь? Объясните, пожалуйста, почему невозможно зарегистрироваться. Приходишь, товарищ Зеленин может сейчас рассказать, он мне так рассказывал красиво. Приходишь, говорит, висит табличка. Регистрация не работает, сломалась. А где можно электронно записаться? «Ты что, дурак, что ли? Вон очередь занимай». А ему надо получить кардиограмму или заключение. Кардиографа говорит, «Мало, что ты сегодня сдашь, мы еще и читать будем». Значит, можем не успеть к забегу прочитать, а без справки на забег не пускают. Поэтому, когда эта акция всероссийская планировалась, никто подумать не мог, что гораздо сложнее будет пройти этот термин по кабинетам поликлиник Магаданской области. Объясните, пожалуйста, почему у вас ничего не работает? Ничего не работает. Записаться в электронном цифровом виде невозможно. Очереди. Тогда понятно, почему такие результаты по вакцинации. Пока специалисты IT разбираются с этим вопросом. Сколько времени специалисты разбираются с этим вопросом? В течение месяца. А? В течение месяца. А когда вы обнаружили, что ваш терминал не подходит к системе БАРС? Насколько я знаю, систему БАРС внедрили еще в прошлом году. Сразу обнаружили. А вы только месяц назад узнали, что у вас есть терминал, который не подходит к системе БАРС. А как же он месяц не подходит? А как он до этого подходил? Или систему БАРС внедрили без терминала? Там вежливая регистратура, еще третья программа. Ну то есть вежливая регистратура, которая установлена. Какая регистратура? Вежливая регистратура, информационная система, которая устанавливалась третьим амбулатором. А это так пройдут называется? Это называется система вот эта. Она вежливая регистратура, которая установлена в третьем амбулаторном отделении. То есть она не работает? Да, она не работает. Вежливая регистратура у вас не работает. А работает у вас невежливая. Или какая? Слушайте, что вы мне объясняете? У вас совесть есть? Нет? У вас совесть есть? Значит, есть следующее. Я утверждаю, при таком состоянии дела, что деньги, которые мы потратили в прошлом году, потратили неэффективно, а вернее, мы деньги потратили, а отдачу не получили. Поэтому я вам даю неделю, срок, что вы мне по этим вопросам разберетесь, напишите объяснение, почему так произошло, как вы меры принимали. Вы же знали, что терминалы, допустим, терминал не состыковывается, и что нужно этими терминалами заняться не месяц назад, а год назад. Когда программа цифровизации была в действии. Вы же это знали? Должны были знать. Но ничего не делали. Мы деньги потратили. Вместо вежливой регистратуры получили бардак полный. Говорили на заседании и про вакцинацию от коронавирусной инфекции. Глава региона выразил недовольство ее темпами. Объясните мне, почему перестали вакцинировать. Давайте по вакцинации поговорим. Мы не перестали вакцинировать. Мы выходим на многие предприятия. Я это расценил, как перестали. Модельные бригады выезжают. Идет процесс от вас независящий. Я считаю, что эта ситуация связана с тем, что у вас вежливая регистратура и близко не работает. Вы начинаете говорить, говорить, отбрехиваться, как принято. Главное отбрехаться. У вас не работает цифра, у вас не работают терминалы, у вас не работает то, что вам должно облегчить работу. Вам получить сегодня, пройти обследование в поликлинике, это подвиг, на который не все готовы. Вы здесь рассказываете про людей, которые не идут ни вакцинироваться, не диспансеризироваться. Пройти поликлинику не могут и люди, которые собрались бежать в забеге героев. А что говорить о пожилых? Ее герои пройти не могут. И то, используя служебное положение в личных целях, или в общественных, через 15 звонков прошел. О чем другие говори? Что касается вакцинации. Где исполняющие обязанности? Вакцинация же у нас поликлиника занимается, правильно? Да. Сколько за вчерашние сутки вакцинировано? За вчерашние сутки вакцинировано 158. Это по всей Магаданской области? Нет. Почему? Я только за поликлинику говорю. А позавчера сколько у вас было вакцинировано? Позавчера было 269. У нас по области было 153. Что мне сказать? Потому что... У меня это справки, которые мне присылают. И только не говорите, что кто-то ошибся. Если кто-то ошибся, фамилия. И вы знаете, что если работа некачественная, то зарплата не полная. А это за вами не наблюдается. Даже наоборот. Первый. Я объявляю вам замечание. Вам лично. Вам, товарищ Голубев. И вам, товарищ Савченко. Если через неделю ситуацию с вакцинацией не справится, я объявляю вам выбор. Но это уже будет система. Что такое система нарушений? Сейчас вам объяснят юристы. Для решения проблем в области медицины региону продолжают выделять деньги в рамках нацпроекта здравоохранения. В этом году область получит 307 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное издательство. Федеральный центр поможет ускорить строительство новых медицинских учреждений во многих регионах России. На эти цели будет перераспределено свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей, уже предусмотренных в трехлетнем бюджете. Соответствующее распоряжение подписал 24 мая председатель правительства страны Михаил Мишустин. И снова статистика удивила колымчан. В этот раз данные касаются сбережений населения региона. Оказывается, по итогам прошлого года они выросли на 6 миллиардов рублей и сейчас составляют более 76 миллиардов. Об этом сообщил Центробанк. Причем всего 22 из них находятся на счетах индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Что думают по этому поводу магаданцы и действительно ли растут их накопления, вы увидите в проекте «Народное мнение». Я думаю, что это вообще нереально, потому что имея заработную плату в 50, максимум 60 тысяч, жить с семьей просто невозможно накопить такие сбережения. Поэтому это спросите у кого-нибудь, кто имеет заработную плату и другие доходы извне. Вы знаете, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мне кажется, что эта статистика неверная. Есть богатые, есть бедные. У бедных больше вклад. Ой, богатого человека. А бедный он, пенсионер, он не будет откладывать, наверное. Ну, не знаю. У тех, кто мало, откладывают мало. У тех, кто много, откладывают много. В средней сами знаете, откуда берется. Я думаю, что все-таки у некоторых колымчан есть такая возможность. Поэтому данные средства и появились у нас в статистике. Потому что зарплата, как мы видим, пусть не у всех категорий граждан, но она все-таки растет. У тех же самых, у рыбаков, у тех, кто занимается добычей полезных ископаемых. Сомневаюсь глубоко. Это официальные данные, именно поэтому нас интересует мнение людей. Официальная статистика говорит? Ну, я статистике нашей давно не верю, извините. Не думаю, что у средних статистических колымчан что-то выросло. Наоборот, я думаю, что очень многие люди жалуются, потому что цены выросли, доходы упали. Я, честно, не знаю. Я даже затрудняюсь ответить на этот вопрос, честно. У вас получается откладывать? Нет, вообще не получается. Прям вообще не получается. Ну, не знаю, у нас, по-моему, только один басанский мог, наверное, там половину сделать. А у вас получается откладывать? Получается. Слава Богу, да. Я даже понятия не имею, откуда столько берутся. Но при большом желании откладывать можно. Я не знаю таких людей, у которых столько денег. Фестиваль «Старательский фарт» в этом году пройдет на городском стадионе. Мероприятие приурочат ко дню города и проведут 17 июля. С 2014 года участники мыли золото в зоне отдыха «Горняк», но там началось строительство этнопарка «Дюкча» и локацию сменили. По словам организаторов, стадион для фестиваля прекрасно подходит. С трибун хорошо видно поле, на котором воссоздадут атмосферу колымской золотой лихорадки. Победитель состязания получит 2 миллиона рублей. У зрителей тоже будет возможность испытать удачу и поучаствовать в розыгрыше автомобиля «Тойота Ландкрузер-200». В конце прошлой недели в Магадане открылась традиционная выставка-конкурс детского творчества «Кэйчедек». На ней представлены картины и поделки юных колымчан из всех районов области. Далее без комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok И в завершении выпуска к приятным новостям. Мы возобновляем один из любимых проектов наших телезрителей «Город делаем мы», в котором рассказываем о магаданцах, трудящихся на благо горожан и жителей всей области. Сегодня материал посвящен косметологу. Красота не требует жертв, красота требует постоянной заботы. Так считает врач-косметолог Анна Ситнова. По ее словам, начинать уделять внимание состоянию своей кожи никогда не рано. Наоборот, именно в подростковом возрасте самое время проконсультироваться со специалистом и подобрать правильный уход. Главное – найти своего профессионала. Анна уверена, это обязательно должен быть человек с высшим медицинским образованием. Должен быть клинический подход к каждому пациенту. У многих пациентов есть ряд противопоказаний. Если говорить о косметологии как о науке, то здесь опять-таки в основном преобладает работа со здоровыми людьми. То есть есть ряд противопоказаний ко многим косметологическим процедурам и это нужно обязательно соблюдать, чтобы не навредить в первую очередь. Еще один совет от Анны. Чтобы быть уверенным в безопасности всех процедур, нужно отдавать предпочтение специализированным медицинским учреждениям. Самое главное, чтобы это была клиника, чтобы у клиники была медицинская лицензия, именно лицензия по косметологии. Потому что только если у клиники есть лицензия по косметологии, клиника может закупить оригинальные препараты. Потому что самое главное, чтобы препарат, который вводится в организм человека, был безопасен. То есть препарат имел регистрационное удостоверение, был зарегистрирован на территории Российской Федерации. Чтобы препарат был безопасен, проверен. Первый этап приема косметолога – консультация. Анна составляет медицинский и косметологический анамнез, выявляет противопоказания, оценивает общее состояние кожи и рекомендует соответствующие процедуры. Рассказывает об аппаратах. Один из самых популярных – лазерная система фотона. Сейчас мы будем проводить процедуру лазерной ангиоковуляции сосудиков на крыльях носа. Но на лазерной установке фотона возможен целый ряд процедур, начиная от удаления папилом, либо других новообразований, до лазерных омоложений и лазерных шлифовок. Например, у нас очень популярна процедура лазерного смуз-омоложения. Это поверхностное лазерное омоложение, выполняемое эрбиевым лазером для улучшения качества кожи, для дермальной стимуляции. Данная процедура всесезонна, ее можно выполнять в любое время года. Процедура с минимальным реабилитационным периодом, но зато достаточно эффективна. Но процедура – это пусть и большая, но все же лишь часть огромной работы над красотой. И без соблюдения рекомендаций врача все старания специалистов быстро сойдут на нет. Поэтому очень важен ежедневный уход. Анна работает с косметикой Джи Джи и Жермен де Капучини. В их линейках есть не только средства для профессионального применения, но и для домашнего использования. Они помогут надолго сохранить и даже приумножить результаты, которых добился косметолог. Далее немного о погоде. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok